МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, мы так светло жили, что, наверное, тогда уже этот город был обречен. Настолько все друг друга любили. Это массовые гуляния, эти всякие, ну, не знаю, там жили люди, которые его просто любили, построили, и были там с самого первого дня, мне кажется, так. И было с ними уютно, комфортно, удобно, не знаю. Ну, что-то родное, свое. Мы уже все собрали деньги, мы собрались уже праздновать в ресторане 1 мая, потому что это было перед 1 маем. Вся молодежь, мы, в общем-то, все были... Ну, да, хороший возраст, хороший день. Да, хороший возраст, да, хорошее время. Было очень тепло, замечательно, у нас настроение было хорошее. Мы, конечно, честно говоря, мало, наверное, кто понимал, что произошло очень долго. 26 апреля. Я работала на то время секретарем управления колхоза, секретарем Косомольской организации, колхозы Инна Калинина. Пришла на работу в 6 утра. Тут какие-то волнения. Приезжает председатель, говорит, наверное, на Чернобыльской что-то случилось. А что случилось? Пожарные ездят, значит, текать суета. Ну, мы же давай, никто ничего толком не знает. Поехали до моста посмотреть, что делается на Чернобыльской атоме. Там милиция стоит. Все, мы развернулись обратно и в неведении. Давай пытаться кому-то куда-то дозвониться. Ну, то есть, мы поняли, что нас уже ограждают от мира. И что, если начинаешь что-то спрашивать или говорить, куда ты звонишь, то тут же все вырубается. Ну, наверное, по некоторым каналам люди тоже знали, допустим, в Одессу хотели позвонить, там, в Донецкой области. Ну, кому куда, потому что в неведении. То есть, никуда нельзя было, связь обрывалась тут же. И тогда мы уже поняли, что-то действительно серьезное, но... Я работала на главпочтампе, оператором связи. Вот, там я работала, а так как это вообще связь является полувоенным предприятием... Ну, да, все, что касалось... Да, то есть, вот как раз на момент аварии, когда она случилась ночью, ночью, да, нас подняли в 2 часа ночи, и мы по городу собирали свой персонал. Потому что звонить нельзя было. А что вы делали? Подождите, вот вас собрали, и что вы делали? Сидели с противогазом. Где? На почте. 26 апреля, что вы делали? Я не говорю, что в Ленинграде была в отпуске. И вот, а как, кстати, как вы об этом узнали? С телевидения. Вот вы узнали, что там... Да, с телевидения. И вы решили... Вы же собирались домой? Ну, конечно, собиралась. И что вам сказали, что вас... Да я уже точно не помню, честно говоря, я не помню. И каким образом мы узнали, что... Да, по-моему, по телевизору все рассказывали, что не пускают в город. А, звонили же, родственникам, знакомым звонили. Ну, то есть вот таким вот образом каким-то узнавали, что въезд в город закрыт. И вы целый месяц были в Ленинграде? Ну, да, пока мама не... С отцом не нашлись, так скажем. Моя мама с отцом пока не нашлись. Он уже был в Энергодаре. И мы туда уехали. Мама с дедом работали на станции, так же, как в Припяти. А я собиралась устраиваться на работу. Им пришел вызов обратно на станцию, на Чернобыльскую. Ну, и потом уже до 28-го, 29-го, 2-го мая. 2-го мая нам уже поступило об эвакуации информация. То есть надо было, опять же, то, что людьми занимались, там, сельский совет, райисполковый, вот это райисполковый же, наверное, и все. А мы, опять же, должны были эвакуировать. Потому что это, ну, как бы, город документы в карманы уехал, да? А тут ты же не оставишь, допустим, опять же, все хозяйство у тебя, у меня и колхозные. Ну, вот я до последнего, как бы, я не верила во все это, то есть не представляла, насколько это. Когда мы уже в Беневке закончили с погрузкой, и я повернулась на дорогу, которая идет от Новых Шепелич до Старых, там, 5 километров, и посмотрела, что в одну сторону стоят автобусы, Лиазы, колонны, а в обратном пути стоят уже груженные грузовики. Вот тогда у меня уже оборвалось, я поняла, что это все. Что действительно куда-то, ну, представления ни о чем никакого не было. То есть куда-то надо деваться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как-то в зону отчуждения отдельно не было, потому что я работала гораздо раньше, да, это Варя, да, Варя, в 83-м году, ну, когда все разъехались в Припять, вот лично я поехала домой месяц, мучилась, мучилась, страдала, страдала, наблюдала все эти новости, и потом взяла чемоданчик, сбребла вещички, прослышала, что в Полесском штаб наш Чернобыльской есть, ну и поехала искать Полесское. Заяхала до Титерева, а потом на перекладных с медицинской машиной приехала в Полесское, и там вот уже застала своих сотрудников, своих работников, своего начальника, не всех, конечно, вот кто вот остался там, некоторые подъезжались, в зону не шли, ну, вот мы и работали. Жили в общежитии в Полесском каком-то, я не помню, то ли училище это было, то ли что. Вот как вы просто так вот сидели-сидели, вас никто не заставлял? Да нет, мне наоборот оттуда хотели выгнать, пытались отправить в командировку впоследствии, ну, как бы, самая молодая, я была, по кличке Малява. В своем отделе, да, я была самая молодшая. Сколько вам было лет? Ну, во время аварии уже 23. Мы ходили в райком партии, вот, ну что, все комсомольцы были, тогда еще действовало все это, вот, значит, секретаря комсомола у нас не было, где-то он куда-то уехал. Нас отправили к секретарю порткома. Вот, сначала нас вроде бы как не хотели, мы же не портработники принять, но потом приняли, поговорили с нами, узнали, что мы хотим, ну, сказали, что... А что вы сказали, вот, вот, что вы хотели, как вы объясняли это? Просто сказали, что мы хотим быть там, где вот нужны молодые, здоровые люди, потому что видели, ну, каких людей, и, собственно говоря, для нас это были уже пожилые, это после 45 лет. Ну, вот, как сейчас молодежь на нас сегодняшних говорят, тетки старые, вот. Ну, так ведь и говорят, раз в 45 вам дают пенсию, значит, вы тетки старые. Вот, в общем-то, для нас те тетки тоже тогда уже были старыми, но, тем не менее, на работу они рвались именно туда, где они работали, где они привыкли жить, в свою среду обитания, в общем-то. Они, ну, не мыслили, не понимали, что есть другая жизнь. Для них было вот самое главное вот там. Сколько тебе было лет? 25. 25 лет. У нас уже были в то время подписаны заявления, так как «Зеленый мыс» на то время был непропускной системой, там, в общем-то, довольно легко было. И в любую организацию, куда бы ты ни зашел, то есть там всегда нужны были люди. То есть особого там не выбирали. Вот зашли, вот первая организация, которая была в узле забора, которой надо было поближе. Это оказалось у ЖКХ, ПО-комбината. Вы осознанно понимали, что там опасно? Я, конечно, медработник. Я, конечно, это все понимала. Но выхода у меня не было. Получается, что надо было выживать, квартиру, все с ребенком на руках осталось. Так что надо было зарабатывать и работать. Вот у меня вопрос. Вы, ваши родители, вам уже все объяснили. Зачем вы вернулись в зону? Я мало, во-первых, что понимала на тот момент, но я просто им доверяла, так как они у меня грамотные. Но, вы знаете, опять же сыграло, наверное, советское воспитание. Как это так? Мы в трудный момент бросили свой город и станцию. Да вы что? Да, представляете? Вот такая у нас была совесть. И причем это не только у меня. И вы знаете, что меня никто не спросил, почему я это сделала. Ни в химцехе, когда я пришла, ни тогда, когда меня брали на работу. Мы приехали вообще сперва в Зеленый мыс и не поняли. Мы думали, это станция, мы же ее никогда в глаза не видели. Подруга устроилась в ЖЭК, а я устроилась на честные сооружения оператором. Думали, мы станционники. А потом только, мы поняли, приходит автобус, идет куча народу, познакомились с людьми. И начали через месяц искать, чтобы все-таки попасть на станцию, чтобы в Славутичо получить квартиру. Так, ну и стала приставать к отцу. Найди мне работу. Нечего тебе там делать, он все время говорил. Ну, как бы, сколько мне было? Сколько тебе? А вот, кстати, сколько? А сколько мне? 22 мне было. Молодая? Да, что тебе там делать? Здесь я работать не буду, я ему все время говорила. Вот он приезжает с вахты. Не буду. Ну, ладно. У меня еще отпуск был. То есть я как бы ни дня не была в прогулах. Ну, ладно, на вторую вахту приезжает. Ну, ты поговорила насчет работы? Нет, не пойдешь ты туда. Ну, ладно, на третью вахту. То есть я его доконала. На Чернобыльскую станцию я приехала 25 августа 1986 года. с Курской атомной электростанции. Меня послали в командировку. В командировке я находилась с августа декабрь месяц 1986 года. Работала в ЦДЗА, тогда назывался цех. Был у нас начальник Карлов Виктор Михайлович. Ну, в то время было, как сказать, и тяжело, и в одно время было и легко работать с ним. Ну, у нас в командировку приехали мы вдвоем с женщиной. Вот, нас послали в прачечную работать. Меня послали здесь на БК-1 прачечную, а мою напарницу направили в прачечную на Припять. Она работала в Припять. Ну, прачечная, работали девчата здесь местные, припятские, и в основном работали партизаны. Ну, мы с партизанами стирали белье, ладили, стирали, работали. У тебя было, ну, практически все, своя жизнь в Бородянке, да? Зачем надо было все бросать и ехать неизвестно куда, причем, заметь, многие бы сказали, ну, туда, куда бы не стоило ехать. Вот что толкало людей на такие? Ну, ведь тогда не знал, ну, как не стоило. Тогда, ну, это, ну, пусть плохая романтика, но была, надо было что-то же конкретно, поменять, ну, был Афганистан, ведь туда тоже не просто так люди ехали. Ехали, кого в приказном порядке посылали, посылали служить, там по приказу не могли отказаться. А ведь сколько было вольнонаемных людей, ведь тоже ехали. То есть это что, по зову сердца? Ну, наверное, по зову сердца. Ну, просто, наверное, что-то хотелось изменить в своей жизни. Попробовать окунуться во что-то такое большое, которое, которое коснулось. Пусть и плохое, но коснулось, ну, тогда весь союз. Говорил только о Чернобыле. Ты, медик, ты знала, что это такое? Это твое решение было осознанно? Это же было связано с радиацией, с большими дозами радиации. Ты видела, как люди оттуда уже? Видела, видела, конечно, какие, ну, это было осознанно, но, ну, не знаю, но все равно это было осознанно. Что говорили твои родные, когда ты ему сказала? А мои родные тоже в то время работали каждый. Но у меня мама в общепите работала, отец на заводе. В общем-то, они занимались тем же своим делом. Мы, собственно говоря, вот эти полгода после аварии никто не виделся. Все были на военном положении. Приходили домой только ночевать, и все. И как они это воспринялись? Ты сказала, я поеду и... Ну, попробуй, сказали. Муж сказал, что я с ума сошла. Вообще все были удивлены, потому что мы первые женщины поехали сюда. У нас мужья стояли на кварт-учете в Бородянке, на жилье. Мы не могли взять и все оборвать. А вдруг бы не строился этот город. Поэтому мы поехали вместе с подругой на разведку. А родственники, ну, как-то, знаете, в моей жизни свое одержала я. То есть, если я сказала, поеду, то родственники уже ничего не смогут сделать. А что они говорили? Ведь говорили... Ну, они, наверное, и переживали. Они не говорили вам, что ты... Нет, не говорили. ...думала башкой. Они знали, что это бесполезно. Да? Просто переживали. Ну, конечно, переживали. Я думаю, что очень переживали. Ну... Вот если бы я сейчас была мамой, допустим, я даже не знаю, как бы я своего ребенка от этого оградила. Хотя он мне тоже такой прямый. Как и я. Так что не думаю, что я могла бы ему только помочь чем-то. Многие, вот особенно кто, ну, не припятские, откуда, допустим, где-то со стороны ехали сюда работать. У многих вот так вот знакомые крутили, вы сказали, ну, ты что, с ума сошел, куда ты едешь. У нас такого... Ну, у нас, в основном, все знакомые-то с Припяти. Ну, как-то круг общения припятский, поэтому никто как... Все относились к этому как к должному. Как должно быть. Просто работа. Просто работа, да. Я вот не знаю. Во-первых, вы знаете, очень... Как-то вот мы все почему-то так думали, что мы больше нигде не нужны. Я не знаю почему. Может быть, это какое-то воспитание. Может быть, это какое-то внутреннее состояние. Может, это идеология. Я не знаю. Но я говорю, когда я приехала на Бальзака, да, устраиваться на работу, вот почему-то начальник отдела кадров, честно говоря, я вот просто уже и не помню фамилию. Да. Он меня не спросил, почему ты пришла, тебе 23 года, да, и ты вот хочешь работать на станции. Нет, меня никто не спросил. Он сказал, что у тебя есть для того, чтобы тебя устроить. То есть тебя надо куда-то устроить, что-то, какие-то корочки. И вот у меня там, ну, разные какие-то там, в общем-то, были, но вот подходящая была только лаборант химанализа. И вот он меня в направлении дал в химцех. И опять я пришла в коллектив, который был весь, вот, ну, в Припяти. То есть это люди грамотные, которые знают, что произошло, да. То есть вот меня никто это не спросил. Наверное, все считали, что вот так должно быть. Абсолютно. И никогда меня никто не спросил, почему ты 23 года. Я не знаю, что они думали. Ну, вот мы как-то вот так вот все. Вот, кто потом после меня шли. Точно так же. То есть я так думаю, не одна же я пришла 23 года, холостая девушка. Вся такая. Мне не страшно было. Просто, я же говорю, мы не ехали, чтобы деньги заработать. А просто по зову души и сердца помочь людям как-то. Пусть мы были просто дезактиваторщиками. Мы не были специалистами атомной энергетики. Но без нас же тоже не можно было обойтись. Надо было кому-то белье стирать, одевать людей в чистое белье. И мы помогали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова